МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только вот из таких надежных и прочных кирпичей должны быть сложены стены значимого государственного финансового учреждения. С момента постройки в 1899 году и по сей день Самарская контора Государственного банка, стены которой были сложены из такого кирпича, располагается на главной улице города. Открытие отделения Государственного банка в Самаре – результат реформ всего уклада в жизни империи. Александр II начал с банковской реформы. В мае 1860 года для облегчения торговых оборотов и упрощения денежной кредитной системы был создан Государственный банк Российской империи. Это провело черту между крепостной Россией и страной с новым экономическим будущим. Самарское отделение приступило к работе 7 июля 1864 года. О производимых операциях печаталось в объявлениях в Самарских губернских ведомостях. В здании Государственного банка все было продумано до мелочей. От имперского величия фасада и операционного зала до систем охраны и отопления. Входя сюда, клиент понимал, что здесь под надежной защитой находятся не только финансы, но и стабильность экономической жизни региона. Самара традиционно ожила и богатела хлебом, что приносило в казну миллионы рублей. Здесь находилась самая большая в России хлебная биржа. Поэтому одной из стратегических задач для Государственного банка было сохранение урожая зерна. Для Самарской губернии ее решил Александр Константинович Ершов, управляющий банком с 1895 года. Еще в 1910-м, выступая на заседании Биржевого комитета, Ершов говорил, «Элеватор даст возможность удержать хлеб в стране во время понижения цен, увеличит состояние, покупную и платежную способность землевладельцев, посевщиков и крестьян от правильного хранения зерна зависит рост торговли и промышленности Самары». Именно на средства Государственного банка во всей стране началось строительство элеваторов. В Самаре элеватор появился в 1916 году и стал вторым по мощности в Российской империи. Прогнозы Александра Константиновича Ершова сбылись. И самарское зерно прославилось далеко за пределами и губернии, и страны. Известно, например, что на завтрак английской королеве подавали булочки, испеченные только из самарской муки белотурки. Для торгового сословия главная помощь Государственного банка состояла в учете векселей. В самарском отделении кредитовались известные купцы и дворяне Шихобаловы, Санин, Головкин, Оржанов, Толстой. И это сотрудничество давало благодатные результаты. Более века и по сей день людям служат здания, построенные самарскими купцами, храмы, больницы, гимназии, жилые доходные дома, а также трамвай и водопровод. Когда-то в Государственном банке существовала традиция, вновь принятый на службу, произносил перед иконой и портретом государя торжественное обещание. Обещаю и клянусь служить верно и нелицемерно, не жалея живота своего и до последней капли крови. В 2013 году воссозданная икона и портреты императора и императрицы вернулись на свое историческое место. И теперь легко представить, как каждый раз, идя через этот зал, служащий останавливался и вспоминал слова своей клятвы. В бурные годы гражданской войны самарские служащие доказали верность однажды принесенной ими клятве. Вот за этой дверью в 1918 году находилась большая часть золотого запаса страны, стоимость которого оценивалась более чем 600 миллионов золотых рублей. Рискуя жизнью, всего несколько сотрудников банка Казановский, Гайский, Челноков, Вещин выполняли хранение и учет ценностей. Они сопровождали ценный груз при эвакуации из Самары в Сибирь. Охраняли его в кладовых Омского государственного банка. В 1920 году в тяжелейших условиях самарцы вернули золотой запас государства в кладовые Казанского отделения Народного банка РСФСР. К концу мая 1920 года банковских сотрудников, участников этих легендарных событий, вернули на прежние места службы в Самару, предварительно взяв с них расписки о неразглашении сведений об участии в проведенной операции Лишь в 1930-е годы в личном листке по учету кадров Казановского появилась запись с 16 марта по 10 мая 1920 года заведующий поездом с золотым запасом республики. Участники спасения золотого запаса не получили наград за свой подвиг. Вспоминая об этих событиях Николай Станиславович Казановский написал в анкете исключительно работал по государственному банку. Расплачиваясь деньгами, мы очень редко задумываемся о том, сколько труда было вложено в их изготовление и что многие из них являются настоящими шедеврами полиграфического искусства. Одними из самых любимых у коллекционеров уже давно стали Катенька и Петенька. Катенька номиналом в 100 рублей как настоящая женщина несколько раз меняла свой внешний вид. Эта купюра использовалась в расчетах вплоть до 1917 года. А вот Петенька был скорее средством сбережения капиталов. Наши прапрадеды покупали этот государственный кредитный билет номиналом в 500 рублей и хранили его у себя дома как в банке. Современные банкноты не уступают по красоте своим предшественникам. Усложняются методы их защиты. Теперь служащим банка уже не нужно разглядывать купюры в лупу. Защитные признаки российских банкнот одни из самых надежных в мире. И каждый может проверить их с помощью современных технологий. Но деньги это не только платежное средство. Это слепок истории. Идите в музей. Изучайте историю своей страны. Свою историю. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова